О пользе поста. Пост – один из достойнейших обрядов поклонения, одно из самых славных богоугодных деяний. О его пользе и превосходстве упоминается во многих священных текстах и преданиях, но мы поговорим лишь о некоторых из них. В священном Коране сообщается, что пост был предписан всем общинам и народам в обязательном порядке. Всевышний сказал, о те, которые уверовали, вам предписан пост, подобно тому, как он был предписан вашим предшественникам. Быть может, вы устрашитесь. Аль-Бакар, 183 аят. Если бы этот обряд поклонения не был столь важным, и если бы люди могли обойтись без него и без положенного за него вознаграждения, то Аллах не приказывал бы верующим во все времена соблюдать пост. Из причастой суны известно, что пост в Рамадане способствует прощению грехов и искуплению злодеяний. Передаются слов Абу Хурейры, что пророк Саллаху Алейху Ассалям сказал, «Кто постился в Рамадан с верой и надеждой на вознаграждение, тому будут прощены все совершенные ранее грехи. И кто выстоял ночь предопределение с верой и надеждой на вознаграждение, тому будут прощены совершенные ранее грехи. Это значит, что соблюдать пост нужно с верой в единого Аллаха, с надеждой на его награду, испытывая удовлетворение от этого обязательного предписания. Постящийся не должен испытывать неприязнь к этой обязанности и сомневаться в истинности награды за нее. И тогда Аллах непременно простит ему совершенные им ранее грехи. В другом хадисе, переданном со слов Абу Хурейры, сообщается, что посланник Аллаха Саллаху Алейху Ассалям сказал, «Пять намазов, совершение каждого следующего пятничного намаза и соблюдение каждого следующего поста в Рамадан, служат искуплением того, что было совершено между ними, если человек избегал тяжких грехов. Пречистая Суна также свидетельствует о том, что награда за соблюдение поста не ограничивается определенными рамками. Напротив, посящийся получает ее без всякого счета». Передаются слова Абу Хурейры, что посланник Аллаха Саллаху Алейху Ассалям сказал, «Всевышний Аллах сказал, все деяния сына Адама для него самого, кроме поста. Он соблюдает его для меня, и я буду вознаграждать за него. Пост – это щит, и если кто-либо из вас постится, то пусть не свернословит и не кричит. И если кто-то станет ругать его, то пусть скажет, я пощусь. «Клянусь тем, в честь злани душа Мухаммада, неприятный запах изо рта постящегося для Аллаха приятнее, чем благоухание мускуса. И радуется постящийся дважды. Когда он разговляется, то радуется своей трапезе. А когда он встретится со своим Господом, то возрадуется своему посту. О версии муслима говорится, награда за каждое благодеяние сына Адама увеличивается от десяти до семисот раз. Но Всевышний Аллах сказал, кроме поста, потому что он соблюдает его для меня, и я буду вознаграждать за него. Он отказывается от своих страстных желаний, от еды ради меня». Этот славный хадис указывает на некоторые аспекты пользы и превосходства поста. Во-первых, среди всех благодеяний Аллах избрал для себя только пост, так как этот обряд занимает особое место. Всевышний любит, когда его рабы постятся, поскольку именно в это время верующий демонстрирует искренность и служение ему. Пост – это тайна, которая остается между рабом и его Господом, и о ней неизвестно никому, кроме него. В течение дня постящийся не раз оказывается наедине с собой и может втайне от людей поесть или напиться, нарушив запрет Аллаха. Однако он не делает этого, поскольку ему известно, что Господь наблюдает за ним даже тогда, когда он находится вдали от людских взоров. Он приказывает ему во время поста воздерживаться от некоторых издеяний, и постящийся не приступает эти запреты только ради него. Опасаясь его наказания и желая получить его щедрое вознаграждение. И поэтому Аллах благодарит постящегося за проявленную искренность и оставляет вознаграждение за пост за собой, выделяя его среди всех остальных благодеяний. И этой особой награды верующие будут застоены в судный день. Суфьян Бинуейна сказал, в день воскресения Аллах потребует отчета у своего раба и возместит совершенные им несправедливости из его благодеяний. Когда же из всех благодеяний не останется ничего, кроме поста, Аллах покроет за счет него все остальные несправедливости и введет его в рай. Во-вторых, Господь возвестил, что Он Сам вознаградит постящихся, ибо награда за любое благодеяние, кроме поста, начисляется в десятикратном размере и может возрасти до семисоткратной и даже более того. Что же касается поста, то его награду невозможно исчислить, и известно о ней только Господу Миров, щедрому и великодушному. Дары всегда достойны того, кто их преподносит, и поэтому награда постящихся будет великой и неисчислимой. Пост подразумевает терпеливое послушание, терпеливое избежание всего запретного и стойкость по отношению к таким тяготам судьбы, как голод, жажда, физическая и душевная слабость. Следовательно, пост объединяет в себе все три формы терпения, и постящийся заслуживает называться терпеливым. А ведь Аллах Всевышний сказал, воистину терпеливым их награда воздается полностью без учета. Аз-Зумар, 10 аят. Третий пост – это щит, который оберегает постящегося верующего от празднословия и брани. Кроме того, пост защищает его от адского плавни, и поэтому в хадисе Джабира сообщается, что посланник Аллаха саллаху алейкулассалям сказал, «Пост – это щит, посредством которого раб защищается от ада». В-четвертых, неприятный запах изо рта постящегося для Аллаха приятнее, чем благоухание мускуса, потому что он является следствием самого поста. Аллах любит этот запах, вызывающий отвращение у людей, и высоко ценит его, потому что он является следствием набожности и послушания. И это, вне всякого сомнения, свидетельствует о большей значимости поста, как обряда поклонения. В-четвертых, постящегося мусульманина ожидают две радости – одна при разговлении, другая при встрече с Господом. Разговляясь, он радуется тому, что Аллах оказал ему милость и помог соблюсти пост – одно из самых достойных благодеяний. Ведь сколько есть людей, которые отдалены от Божьей милости и не ведают о прелести поста и поклонения. Кроме того, он радуется тому, что может насладиться едой, питьем и близостью с женой, которые были запретны для него в дневное время. А когда он встретится со своим Господом, то возрадуется той великой награде, которой Всевышний Аллах одарит его сполна в тот момент, когда он больше всего будет нуждаться в этом. И тогда будет сказано, где же постящиеся? Пусть они войдут в рай через врата райян, через которые туда не войдет никто, кроме них. В-шестых, этот хадис предписывает постящимся верующим не вступать в перебранку или единоборство, если кто-либо станет бронить его или пытаться сразиться с ним. Но это не значит, что он должен унижаться перед обидчиком, сохраняя молчание. Напротив, он должен сообщить ему, что он соблюдает пост и не отвечает на его оскорбление из уважения к посту и к запретам Аллаха, а не из страха или беспомощности. Всевышний сказал, не равны добро и зло, оттолкни зло тем, что лучше, и тогда тот, с кем ты враждуешь, станет для тебя словно любящий родственник. Но не будет это даровано никому, кроме тех, кто проявляет терпение, и не будет это даровано никому, кроме тех, кто обладает великой долей. Фуссалат 34-35 аяты Еще одним благом поста является его заступничество за постящихся в день воскресенья. Передаются слов Абдуллаха бин Умара, что пророк, салаллаху алейкум ассалям, сказал, пост и Коран будут заступаться за рабов в день воскресенья. И тогда пост скажет, Господи, я лишил его еды и вожделения, позволь же мне заступиться за него. А Коран скажет, я лишил его сна ночью, позволь же мне заступиться за него. И они оба заступятся за него. Наконец, пост является прекрасной возможностью заслужить освобождение от мучений в аду. Передает, что Абу Курейра рассказывал, что пророк, салаллаху алейкум ассалям, сказал, В первую же ночь месяца Рамадана заковывают дьяволов и мятежных джиннов и запирают врата ада так, что ни одни из них не открываются. И распахивают врата рая так, что ни одни из них не закрываются. Таким образом, месяц поста является великой милостью по отношению к рабам. В этот месяц легко заслужить милость и прощение Господа. И упускает такую возможность только самой несчастной. Передает, что Анас бин Малик рассказывал. Однажды посланник Аллаха, салаллаху алейкум ассалям, поднимаясь на кафедру, трижды сказал, Аминь. Его спросили, о посланник Аллаха, почему ты сказал это? Он ответил, Джибриил явился ко мне и сказал, О Мухаммад, да будет унижен тот, при ком упомянуто имя твое, а он не помолился за твое благословение. Скажи Аминь. И я сказал Аминь. Затем он сказал, да будет унижен тот, кому не было даровано прощения, после того, как наступил и закончился месяц Рамадан. Скажи Аминь. И я сказал Аминь. Потом он сказал, да будет унижен тот, родители которого или один из них достигли старости, но не ввели его в рай. Скажи Аминь. И я сказал Аминь. Однако извлечь пользу из поста верующий сможет только в том случае, если будет соблюдать все его правила и ограничения и просить прощения за свое упущение грехи. А помочь ему в этом может только всемогущий Господь.